Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Нагорнова. И в этом коротком видео я вам покажу, как находить музыку для слайд-шоу, для канала YouTube, возможно, для сайта или... И нам необходимо загружать такие музыкальные файлы без авторского права. Я перехожу на свой канал YouTube. Что нам нужно сделать? Мы находимся на своем канале, нажимаем левой кнопкой мыши и находим вкладочку «Творческая студия YouTube». YouTube перекидывает нас на следующую страницу, и мы находимся в панели управления. И за вот этот бегунок, мы его покручиваем вниз, находим вкладочку «Другие функции». И здесь мы находим «Фанатека». Нажимаем на эту вкладку, и мы попадаем на такую страницу, где можем находить музыку без авторского права. И смотрите, вот я нашла такую информацию, ссылочку в описании. Здесь можно почитать. YouTube придерживается достаточно строгой политики в отношении авторских прав и незаконного использования чужого контента. Администрация сайта вправе заблокировать ваш канал за нарушение правил. То есть, если вы это прочитаете, если вы добавляете музыку, такую известного автора, и этот автор может пожаловаться, и ваш канал может заблокировать. Авторское право, которым наделяется создатель какого-либо контента, предоставлено в материальной форме, фильмы, книги, музыка. Автор произведения является единственным человеком, который может свободно распоряжаться своим творением. Правообладатель может подать жалобу на вас, если в вашем ролике будет использован его контент. Или даже его фрагмент большой ошибки является мнение о том, что если его указать автора в названии ролика или комментариях к нему, то у YouTube не возникнет претензий. И даже если вы используете чужое творчество в клинических целях, вы можете получить предупреждение с простою удалить ролик. После предупреждения будет удаление вашего канала. Все это вы почитаете и смотрите. Что мы делаем? Нажимаем на треугольник фонотеки и прослушиваем какой-либо из... И в самом начале мы можем услышать музыку. Если она нам нравится, мы ее скачиваем. И здесь идет описание. Эту композицию можно добавить в любое из ваших видео. Прослушаем делающую музыку. Смотрите, танцевальная, 2.36. И чтобы скачать веселая музыка, возможно, она вам пригодится. Мы нажимаем на вот эту стрелочку. Нас компьютер перекидывает. Куда мы это сохраняем? Я сохраняю на диск D. У меня есть специальная папочка музыка в ролике. Здесь раздел ритмичная музыка. Я добавляю и наш музыкальный файл отправляется в нашу папочку. Давайте еще послушаем. Ну, довольно-таки интересно. И здесь есть жанр, настроение, инструмент, длительность, указание авторства. Давайте нажмем на настроение. Нажмем, к примеру, романтическое. И послушаем некоторые мелодии. Еще послушаем. Ну, довольно-таки не очень веселая. Давайте новиночку послушаем. Ну, танцевальная, электронная тоже не всегда подойдет. Классика романтическая. Возможно, тоже кому-то пригодится. Интересное. Кино, романтическое. Нажимаем скачать. И наша мелодия попадает. Нажимаем сохранить нашу папочку. Давайте мы посмотрим жанр, вкладка «Жанр». Здесь есть альтернатива «Панк», «Джаз» и «Блюз» для детей, для праздников. Давайте попробуем для праздников. Ничего не найдено. Идем дальше. Классика. И попробуем послушать. Следующую. Довольно-таки интересная мелодия. Я останавливаю классика романтическая. И, пожалуй, я ее скачаю. Сохранить. И музыкальный файл идет к нам на компьютер. Дальше есть инструменты. Акустическая гитара, бас, орган. То есть, странные. Здесь вы выбираете то, что вам необходимо. Длительно. Это может быть минута тридцать, две минуты, два тридцать, три минуты. Ну, к примеру, две минуты. Давайте посмотрим что-нибудь. И какой-нибудь послушаем. Прикольная музыка. Дальше идем. Классика. Одним словом. Такая грустненькая. Давайте дальше посмотрим. Указание авторства. Указание авторства не требуется. И указание авторства требуется. Давайте посмотрим эту вкладочку. Ничего не найдено. Все жанры. Я нажму все жанры. И слушаем. Вот такая мелодия. И если вы успели заметить эту мелодию, можно добавить в любое из ваших видео. Только не забудьте включить в описании ролика следующий текст. Композиция такая-то, такая принадлежит исполнителю. Лицензия. Лицензия Креатив Коммонс. И ссылочка. То есть, вот это все мы копируем. Сохраняем в блокнот. И под нашим роликом указываем авторство. И вот этот значок Человечек и лицензия Креатив Коммонс с указанием авторства. Вот так мы находим музыку. И давайте рассмотрим, не требуется указание авторства. И здесь множество различных. Давайте выберем другое какое-нибудь, оптимистичное, к примеру. И послушаем новинку. Ну, самое начало, если оно вам нравится, вы можете скачивать. Идем дальше. Плохая. Я ее скачаю. Возможно, в какой-то из видеороликов она мне пригодится. Сохраняем. Вот так мы ищем музыку на канале YouTube. То есть, все возможности нам предоставляет канал YouTube. И предупреждает о том, чтобы музыка была наша без авторских прав. А с вами была Наталья Нагорнова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч.